В России футбол важнее, чем Конституция В России футбол важнее, чем Конституция Страдательной страной при этом будет Россия И там тоже на весь период проведения матча этого чемпионата Тоже будет отменена Конституция Основополагающие права якобы для защиты спортсменов Для обеспечения безопасности отменяются Отменяются вовсе Одно из ключевых прав, которое считается эталоном демократии Это свободно собираться и говорить о своих проблемах Публично это сделать и до сих пор было сложно А теперь нельзя вообще Мы попытались создать комитет взаимной поддержки протестных групп А их становится все больше И дальнобойщики, и пострадавшие от реновации В будущем пострадавшие и уже пострадавшие Пострадавшие от деятельности банков Ипотечники, которые по валюте просели так, что мало им не показалось И банки требуют от них удвоенной платы И отнимают квартиры И пострадавшие вкладчики, и дольщики И кого там только нет Страдающие от мошенников в сфере строительства В стране идет катастрофа Потому что мошенникам все можно, гражданам ничего нельзя На эту позицию встал Путин Цинично попирая даже те ограниченные права Которые были у граждан до сих пор Но мы, русский национальный фронт И партия Великая Россия Конечно не откажемся от нашей деятельности Может быть нам больше придется собираться В каких-то закрытых помещениях Но и там мы не остаемся без внимания спецслужб Которые уже давно перестали защищать безопасность граждан Защищать основополагающие принципы государственности Политического строя А превратились просто в наемников Нынешнего оккупационного режима Ну мы соответственно к ним также и относимся Как относимся и к судам, которые терроризируют Русское общественное движение И вообще общественных активистов Которые пытаются хоть какие-то права граждан защитить Соответственно мы относимся и к судам И к прокурорам, и к следователям Таким образом, что это все враждебные силы Это полицаи, это наемники оккупационного режима Наши враги, враги нашего народа Наши личные враги Потому что для нас это одно и то же Мы не можем дружить с теми, кто истязает нашу страну Конечно, они для нас тоже враги Но это не единственная тема Это фон всего путинизма Это и есть путинщина Когда права граждан либо вовсе отсутствуют Либо декларируется одно А на деле мы в жизни видим другое Один из ключевых вопросов для нашей страны Это вопрос о судьбе русской православной церкви И вообще русская православная церковь Какое имеет отношение к нынешней московской патриархии? Я думаю, что никакого Церковь отдельно, патриархия отдельно Жизнь церковного народа, религиозная жизнь, верование Это все отдельно от московской патриархии А патриархия это нечто прямо противоположное И мешающее, и оскверняющее нашу веру Ритуалы, известные с древности, с апостольских времен Саму веру, сами принципы, на которых должна основываться христианская жизнь Все это абсолютно противно нынешней патриархии Вот я читаю 31 мая под салют барабаны и огненные мототрюки Ночные волки, точнее ночные шавки Сумеречные шакалы Праздновали 28-летие клуба А около полуночи колонна из 500 мотоциклов Рванула под дождем к храму Христа Спасителя Поклониться привезенным из Бари мощам Николая Чудотворца Конечно, это осквернение Это осквернение, которое должно было бы пастырями верными Отметено и обозначено именно как нечто противоположное христианской вере И сами эти ночные шавки, конечно, должны были быть осуждены Ничего этого не было Разумеется, очень удобно, когда вот такая шпана Вроде как стоит на страже веры На самом деле на страже московской патриархии Которая хочет быть такой современной Поэтому патриарх иногда сравнивает божественное с неким эфиром Через который распространяются волны Которые приходят к нам каждому в мобильник И мы можем разговаривать между собой Но не мобильник является средством нашего общения А вот некий эфир Вот божественное – это то, что невидимое И посредством чего мы общаемся Ну, аналогия такая, как бы скажем, ниже Плинтуса Но главное не в этом Я бы хотел по поводу мощей Николая Чудотворца Задать православным верующим три вопроса Вопросов на самом деле много, но вот три вопроса Первый вопрос Вы вот потянулись к мощам Николая Чудотворца А вы не в курсе, что два с половиной десятка храмов в России Имеют мощи Николая Чудотворца? Вы не в курсе этого? А что это вас так вот задело-то? Что привезли католики из Бари, привезли мощи Николая Чудотворца И вы потянулись, вот как было с поясом Богородицы Там разница только в том, что сейчас не заказывают автобусы И не едут по разнарядке из разных епархий А сейчас более или менее как-то все это самостино Тем не менее тоже часами стоят в очередях И почему-то считают, что это что-то такое особенное Видимо католические мощи, которые у католиков были в руках Почему-то более важными, кажется, чем те, которые имеются в храмах православных на территории России Которые до сих пор были доступны Так вы чему поклоняетесь? Или своей гордыне, или своей моде Чтобы было о чем поговорить Что вас двигает? Что двигало патриархию? Вот есть мощи Николая Чудотворца на территории России Чем те мощи, которые есть в России Отличаются от тех, которые были у католиков Или которые есть у католиков Второй вопрос Вы в самом деле верите, что католики прислали именно мощи Николая Чудотворца А не какие-то другие мощи и вообще не кость собаки Вы в курсе о том, что именно католики привезли И открыто представители патриархии говорят, что привоз этих мощей Доставка их в Москву, храм Христа Спасителя Были предопределены гаванской встречей Вот этой сатанинской встречей Когда так называемый патриарх проходимец Кирилл Гундяев Подписал документ вместе с Папой Римским Где прямо содержится моление в адрес Богородицы Заверенное двумя подписями Что означает по апостольским правилам Извержение из сана Но это автоматически должно действовать И можно сказать, что это уже действует Таким образом у нас патриархом называется самозванец Которого нельзя называть и священником Так вот в результате этого сговора Видимо в качестве жеста доброй воли А точнее в качестве дальнейшего католичивания Русской Православной Церкви Вот организуется этот ритуал Как нечто очень важное Это комментируется Это пропагандируется на государственных телеканалах И считается чем-то очень таким благочестивым Приобщиться вот к этим мощам Хотя мощи есть и на православной территории И не только католикам они достались Так насколько вы доверяете католикам Что это не просто действительно какой-то обломок кости Неизвестно откуда взявшись А действительно это мощи Николая Чудотворца С какой стати вы решили именно так Что вот католики настолько благочестивы Настолько честны И когда они успели таковыми стать И как вы подходя к этим мощам Которые охраняет католическая охрана Как вы при этом думаете о своих предках Которые тысячами, сотнями тысяч погибали от рук католиков Как вы думаете о православных святых Которые замучены были католиками Уничтожены католиками Как вы всю нашу историю русскую оцениваете В противостоянии с латинством Вы от нее уже отреклись То есть для вас существует только вот эта мода на мощи Вы сходили, поклонились этим мощам Приложились и считаете, что уже это само по себе Принесет вам какой-то успех в жизни Или благосостояние, или благополучие Или хотя бы благочестие Да с какой же стати вы это решили Когда вы на самом деле поклоняетесь католической реликвии И третий вопрос Третий вопрос вообще очень серьезный Вы думаете все мощи, которые были у католиков Просто вот взяли, в ларец положили и привезли в Россию Так нет же, из этих мощей выломали ребро И это ребро было привезено Скажите, как вы относитесь к расчленению Расчленению мощей христианских святых Как вы к этому относитесь? Понятно, что в средние века можно как-то это было объяснить Потому что, скажем, чума набрасывалась на целые территории И каждый правитель и каждый архиерей считал Что ему нужна эта частица, чтобы спасти своих подданных Или свою паству Поэтому и делили эти мощи на куски Развозили по разным городам и весям И пытались спасаться вот так То ли от нашествий, то ли от эпидемий То ли от неурожаев и так далее Это было понятно Но сейчас-то этого нет Сейчас таких бедствий нет С какой стати расчленение происходит? Это же расчленение трупа святого человека Ну представьте, оторвать Вот даже представьте себе, что это было бы тело Просто покойного, близкого чем-то вам человека И у него там отрывают руку, ногу, голову отвинчивают И везут в разные стороны Как вы к этому должны относиться? Так это сатанизм чистой воды Можно простить наших предков Которые в ситуации крайне тяжелой И крайне опасной для жизни Этим занимались Но они считали, что этим они распространяют святость Которая сосредоточена не в одном месте А распределена по территории Проще привезти в какой-то монастырь Или в какой-то храм мощи Чем всех паломников собрать Где-то в одном месте Где целостные мощи находятся Но сейчас другие времена Сейчас и расстояния сократились В силу иной транспортной ситуации И нет такого Нет таких бедствий, чтобы вот так нам Можно было поступать Так вы чему поклоняетесь-то? Поклоняетесь вот этому ритуалу Продолжающемуся ритуалу Расчленения мощей? Ну не сатанизм ли это? Мне кажется, что здесь наблюдается только одно Одна затея патриархийников Удержать свою паству Удержать паству, которая им не принадлежит Потому что они не за веру Христову Они за свои карьеры, за свои доходы За свое материальное благосостояние Потому что не монашество уже возглавляет церковь И является главным духовным авторитетом А некие раззолоченные попых С нарощенным брюхом С наглостью, врущие Которые не ведут монашеский образ жизни Не ведут себя праведно Даже с точки зрения просто обычного Обычного христианина-мирянина К другим новостям Прошел так называемый русский съезд в Санкт-Петербурге Не знаю никаких материалов Не читал, знаю, что провел его Степан Сулак Который к русскому движению не имел никогда никакого отношения Всегда был ельцинистом, потом путинистом И вот год-два назад он вдруг прозрел И стал на чем свет костерить ныне действующий режим Довольно успешно, удачно его слушают Считают интеллектуалом Он наработал себе некое умение говорить И его бодрые речи вызывают интерес и уважение Но при чем здесь русский съезд? Человек ничего не понимает Вообще ничего в русском деле В русских интересах Он считает, что русского народа не существует Мне прислали тут ссылочку одного из активистов-сулакшинцев Армянина, который рассуждает о том, что вот он русский по духу Он ничего не знает про армян Но видимо русскими эти люди будут считать только нерусских по крови То есть по русскому роду оказывается русским быть невозможно Надо главное быть русским по духу Забыть родство с русским народом, с нашими предками, со всей его историей А быть вот неким русским по духу, который в общем-то к русскому народу отношения имеет Вот я русский и все, а вы все тогда нерусские Мы что тогда? Мы кто тогда, Степан Степанович? Мы тогда нерусские действительно С вашей точки зрения мы не русские А с нашей точки зрения вы к русскому движению не имеете отношения Может вы к русскому роду имеете отношения Но уж к пониманию русскости и солидарности с нашими предками Вы не имеете ровным счетом никакого отношения Ну и в общем выступали там на этом русском съезде кто? Там же нет, не было никаких представителей русских организаций Ну мы знаем, русский национальный фронт, вот он действует Много лет есть много других русских организаций, которые не входят Региональные организации, которые не входят в русский национальный фронт Ну вы хотя бы к ним-то обратились бы? Нет, у Сулакшина главный русский это Вячеслав Мальцев Ну видимо настолько русский, который не отличает врагов русского народа от его заступников Поэтому и пошел на службу господину Касьянову И к либералам обслужил их как только может Ну и Сулакшин он тоже в общем либерал, либерал-демократ Выступает ровно с тех же позиций, которые он занимал с начала 90-х годов Вот его биография, каратинечка, не будем в подробности удаляться Сулакшин с 80-го по 89-й год прошлого века был членом КПСС Как все демократы обычно прошли вот эту школу КПСС В 82-го года был секретарь бюро КПСС своего института В 89-м году основал в Томске партклуб, ставший одним из опорных центров демократической платформы в КПСС Ну которая собственно и нанесла основной удар по государственности СССР В 89-м году тогда же был избран народным депутатом СССР по Томскому избирательному округу Входил в межрегиональную депутатскую группу, которую возглавляли Ельцин, Сахаров и прочие Был членом Комитета по экономической реформе Верховного Совета СССР То есть организовывал то, что в дальнейшем реализовали Гайдар с Чубайсом Мы помним эту межрегиональную депутатскую группу Помним Сахарова, Афанасьева и немало сделавших для развала СССР Помним и демократическую платформу в КПСС, торпедировавшую КПСС В 91-м, 93-м годах он был полномочным представителем президента России Ельцина В Томской области в сентябре-октябре 93-го года Поддержал разгон съезда народных депутатов и Верховного Совета России В частности одобрил расстрел Верховного Совета из танковых орудий Награжден в 91-м году медалью памяти 13 января Литовской Республики Соучастник расчленения страны Видимо за заслуги перед литовскими демократами он и получил эту медаль В 93-м году создал в Томске местное отделение блока «Выбор России» То есть Гайдаровской партии Возглавил региональный список кандидатов блока И был избран депутатом В 95-м году вступил во фракцию Демократической партии России Травкинскую ДПР в Госдуме На парламентских выборах 95-го года баллотировался как независимый кандидат В 96-м году вошел в депутатскую группу народовластия Николая Рыжкова и Сергея Бабурина О ней уже почти никто не знает В 99-м, в 2003-м лидер некоего российского движения политического центризма Никакого отношения к русскому движению Никакого отношения вообще к публичной деятельности Никто его не видел, этого движения и ничем оно не заметно В 2006-2008 годах советник председателя Совета Федерации Сергей Миронова Ну мы знаем, это вторая нога партии власти В 2006-2013 генеральный директор Центра проблемного анализа и государственного управленческого проектирования Научным руководителем центра был президент ООО РЖД Владимир Якунин Олигарх и ворюга, как и все они Одновременно с Лакшин был советником Якунина То есть до 2013 года это ельцинист, путинист, стопроцентный либерал-демократ, либераст во всех отношениях В марте 2013 года в СМИ опубликован был доклад «Избирательная система и успешность государства» Об итогах выборов 2011-2012 годов Сулакшин доказывал, что Единая Россия по итогам парламентской кампании 2011 года не заняла первое место Такой прям крутой вывод Победителем выборов была КПРФ с его точки зрения После публикации Сулакшин покинул пост гендиректора Центра и был уволен с поста советника президента ООО РЖД Но старший сын Сулакшина до сих пор работает заместителем начальника отдела одного из департаментов РЖД В августе 2013 года Сулакшин создал Центр научно-политической мысли и идеологии Центр Сулакшина Источник финансирования структуры в СМИ не указывается Однако можно предположить, что спонсор прежний Владимир Якунин и его компания Бывший глава РЖД, уйдя со своего поста, активно занимается общественными проектами, в том числе и международными Кто стоит за этим центром и подготовкой так называемого самозванного волчьего русского съезда Можно только предполагать или угадать Поручено, сделано, русские организации затоптали, чтобы вырастить самозванцев И вывести на избирательную кампанию самого Степана Сулакшина Одного из спойлеров, который испортит избирательную кампанию Испортит кампанию тем настоящим политикам, которые могли бы быть выдвинуты Он уже не скрывает своих президентских амбиций Ну Христо ради, будь ты хоть, я не знаю, хоть императором китайским Баллотируйся хоть туда, но при чем здесь русское движение Конечно, русские никакой поддержки Сулакшина оказывать не должны И в его самопальных мероприятиях не должны участвовать Как и слушать его теоретические версии того, что такое русский Он этого не понимает и понять в принципе в его возрасте уже не способен Презумпция недоверия Полицаем мы не доверяем заведомо Видим полицейские погоны, не доверяем Видим погоны прокуроров, не доверяем Видим судейскую мантию, не доверяем Презумпция недоверия всей системе должна быть у нас в мозгах и в душе Потому что режим враждебен нам во всем И мы в этом убеждаемся в правоохранительных органах Уж каждый день, если мы туда заходим Как не зашел, так и увидел своих врагов и врагов своего народа МВД предлагает в законодательной форме прописать априори правоту действий своих сотрудников Как заявил заместитель министра МВД Игорь Зубов на заседании Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ведомство поставит вопрос о введении института презумпции доверия Как пояснил замминистра, если полицейский поступил неправильно и превысил свои полномочия Это должно доказываться в судебном или ином порядке То есть в служебном порядке уже нет Заведомо прав Ну а в суде мы знаем, как судят Любая бумажка, подписанная полицаем, хоть рядового состава Считается истинной в последней инстанции, а гражданин вообще никто А сотрудники, чьи действия впоследствии признаются неправомерными Должны быть привлечены к повышенной ответственности Как отметил замглавы МВД Если сотрудники правоохранительных органов предъявляют свои законные требования Законные требования, они не знают, что такое законные требования Потому что не живут по закону, а только по приказу, по распоряжению начальства То любой гражданин обязан их исполнять То любое беззаконное указание гражданин обязан исполнять Вот какой закон они хотят принять Это должно быть в крови каждого человека, подчеркнул зубов Напротив, в крови у каждого человека должна быть ненависть к оккупантам Ненависть к полицаям Ненависть к продажным судьям, которые постоянно нарушают закон Ненависть является нормальным человеческим чувством В отношении бесстыдных людей и преступников Это должна быть в настоящее время презумпция недоверия Я бы сказал презумпция ненависти Нам говорят, мы разжигаем ненависть И за это судят людей и сажают в тюрьму На самом деле ненависть разжигаете вы Кто там, господин Зубов, Игорь Зубов, замминистра МВД Министр МВД И все вы в нас возбуждаете ненависть своими беззаконными действиями Отсутствие у вас верности закону, верности долгу Мы не можем переносить вас больше Поэтому мы можем желать только тотального вашего исчезновения Из системы обеспечения общественной и национальной безопасности Вы для нашего народа просто смертельный приговор А мы все-таки хотим еще пожить В апреле в Госдуму внесли законопроект, уточняющий полномочия полицейских По применению огнестрельного оружия В частности, он дает право использовать оружие в толпе людей В Кремле пока нет позиции по новой инициативе депутатов В декабре 2015 года Дума предоставила такое право сотрудникам ФСБ А в июне 2016 года такие полномочия были предоставлены бойцам Росгвардии То есть убивать нас уже можно всем подряд Но пока только полицейским нельзя Нельзя убивать в толпе Поодиночке можно А вот в толпе стрелять пока нельзя Но я уверен, что такой закон они примут И санкция на убийство будет предоставлена и этим Совершенно бессовестным, потерявшим всякий страх Божий И страх уголовного преследования персонажам Чекистская сволочь Федеральная служба войск национальной гвардии Вернет своим войскам частям награды, полученные в годы Великой Отечественной войны Ну там всякие ордена Ленина, орден Красного Знамени с перевернутой пентаграммой и так далее Также планируется восстановить почетные наименования, в том числе имени Дзержинского Феликса Эдмундовича Такое решение принято по просьбе ветеранов Каких-то ветеранов Ну как же, конечно, есть те, на кого сослаться ветераны Ветераны-чекисты, которые истязали нашу страну, видимо попросили Ну как же им не предоставить такую возможность Принципиальное решение уже принято Но пока в ведомстве прорабатывается список батальонов, отрядов, полков, бригад и дивизий Которым вернут воинские регалии Первым в списке станет Саратовский институт Росгвардии Ему присвоят вновь звание Дзержинского Этого наркомана, садиста и убийцы Да, войска НКВД неплохо сражались в Великую Отечественную войну Но НКВД в тылу истязало народ На фронте спецотделы и СМЕРШ истязали тех, кто рисковал жизнью каждый день Кощунство, попрание памяти павших за родину Презрение к жертвам преступного чекистского ведомства Продолжается этнический сепаратизм, этнический мятеж в Татарии Центр противодействия экстремизму Татарии поддерживает этот этнический сепаратизм Административное дело возбуждено против Михаила Щеглова за первомайский митинг Оказывается, если ты отмечаешь 1 мая заявки митинга То критиковать Шайку Мениханова не смей Якобы закон это запрещает Якобы закон запрещает в этот день говорить о проблемах русского населения Татарии О проблемах изучения русского языка Первичный документ рапорт составил и подписал оперуполномоченный По особо важным делам ЦП МВД по Республике Татарстан Старший лейтенант полиции А.Р. Потырев Запись в рапорте Акцентировал к проблеме русского языка в школах Татарии Какой-то, извините, хрен Тимофеев ЕВ из исполкома города Казани Такой обычно приставляется к любому митингу Доноситель из администрации Ну, если вот такой представитель является негодяем Он, соответственно, и доносит Он объявил ЦПЭ, что выступление Щеглова не соответствует целям заявленного мероприятия И тем самым нарушает закон То есть человек с русской фамилией выступил как предатель полицай Тимофеев ЕВ из исполкома города Казани И как доносчик, разумеется В протоколе капитана полиции Мухаммедьярова А.А. сказано так Участникам Щегловым была изменена цель указанного мероприятия А именно целью являлась Критиковал политику власти, а также акцентировал внимание общественности Проблеме русского языка в школах РТ При этом изменения цели с городской правой не согласованы Все это образовалось в связи с деятельностью ЦПЭ Который вел оперативную съемку митинга численностью 150 человек Вот так они борются со словом правды По подозрению в погромах татарских могил Как рассказывает сам Щеглов До сих пор уже скоро четвертый месяц в СИЗО держат парня по имени Ростислав Малахов На которого ничего найти не могут А тут пока все эти сидят в СИЗО Еще два погрома на татарских кладбищах Которые как раз и вменялись в вину Малахову И вот грянула информация, что по версии следствия в республике действует целая организованная группа Националистическое подполье России Ну это вот придумывают где-то там в ФСБ, в ЦПЭ Потом вываливают все это на телевидение И считается, что это уже факт Что есть такое националистическое подполье России Нет и никогда не было и никто его найти не может В 11-12 годах также запугивали обывателя И отчитывались перед обществом и начальством О геройском вскрытии виртуальных, также вымышленных экстремистских русских националистических группировок Я таких даже не слышал Казанская дивизия, фронт казанских патриотов Отсидевший под тем делам Ростислав Малахов На вину которого сейчас следствие никак не найдет доказательств Рассказывал, как тогда в тюрьме его пытали Заставляя говорить тогдашнего председателя Общества русской культуры Республики Татарстан Профессора-социолога с мировой известностью Александра Сологаева Который скончался в 2014 году Мы видим, что нам готовят вторую Чечню Еще один паразитический анклав Который готов взорваться, устроить резню Изгнание русских И естественно за это получение контрибуции в Кремле Кремль к этому готов Осталось только подготовить население Они же имеют цель уничтожения России и русского народа Поэтому им нужно еще что-нибудь взорвать Вот Чечню они взорвали Положили там море людей Пострадавшими оказались почти 100% русские И здесь они стремятся к тому же самому Они издеваются над русскими людьми И еще выдумывают вот такие Позорные, постыдные, подлые Противозаконные, уголовные или административные дела Они знают, что убивают страну На Петербургском международном экономическом форуме Кудрин вступился за мужчин 450 тысяч умирают в трудоспособном возрасте ежегодно И вспомнил свои заслуги в стратегии 2020 Которая, как оказалось, и была тем самым планом Путина О котором все друг друга спрашивали А что же такое план Путина? Что-то мы нигде не видели плана Путина И нам говорили, ну читайте его послание федеральному собранию Ну так где же план Путина? Оказывается, план Путина – это план Кудрина Вот и вся разгадка Он проболтался Путин – шизофренический ультралиберал И Кудрин это просто подтвердил Им нужны рабы, которые умирали бы сразу после выхода на пенсию Старики им не нужны Дети тоже Отсюда демографическая катастрофа Отсюда уменьшение доходов пенсионеров И даже инициатива по повышению пенсионного возраста Которая также исходит от Кудрина Нет сомнений, что Путин ее примет Вы, граждане, проголосуете Или вам скажут, что вы проголосовали на выборах следующего года Как только вы проголосуете Тут же изменят пенсионный возраст И сразу пенсионеров станет меньше Сразу все как-то полегчает Правда, рабочих мест для тех, кому, скажем, из мужчин старше 60 Женщин старше 55 Просто нет Нет этих рабочих мест, их никто не собирается создавать И в трудоспособном возрасте невозможно найти работу Ну, так это будет просто огромная масса безработных Они на это готовы пойти Потому что зарегистрироваться как безработный просто невозможно Кому это очень хочется, пойдите, конечно Попытайтесь устроиться на работу через бюро по трудоустройству Вас, во-первых, там не зарегистрируют, потому что вы бумажек не найдете Профессию вам определяют по последнему месту работы Если вы почти чая не полотером работали от безысходности, но при этом были профессором до этого То вы будете искать работу полотера, а не профессора Так все устроено За 25 лет количество коек беременных уменьшилось почти вдвое Из-за массового закрытия роддомов в регионах Это затрудняет территориальную доступность медицинской помощи для беременных Так считают специалисты послевоенной масштабы В 90-м-2015 годах, то есть за период вот этой либерастии Число коек для беременных женщин в России сократилось почти в два раза Со 122 тысяч до 69 тысяч Самое резкое падение пришлось на 90-е годы Но и с 2000 по 2015 год в период путинизма количество коек уменьшилось почти на четверть В 1940 году в стране было 90 тысяч мест в роддомах для беременных А сейчас вот 69 Текущее количество сопоставимо с показателем 45-го года, 62 тысячи В Министерстве здравоохранения заявили, что сокращение коек связано с развитием новых технологий Наверное, женщины как-то по-другому рожать стали В Министерстве сегодня мировая тенденция более ранней выпиской из лечебного учреждения домой Ну зачем дети, зачем здоровые матери, пошли вон Вот это их принцип Финансирование сокращают, мы придумываем новые технологии Здорово С 2000 года материнская смертность, конечно, снизилась в 4 раза, как пишут Ну, врут, наверное До 10 смертей на 100 тысяч родов в 2015 году Смертность детей во время беременности и первых дней жизни тоже упала почти в полтора раза До 8 смертей на 1000 родов Но число рождений остается на уровне стремительного вымирания За 2014-2015 год было закрыто 25 роддомов и 16 родильных отделений Сокращено 1765 акушерских коек Из-за этого упала территориальная доступность медицинской помощи для беременных Кто же рискнет рожать, если до роддома не доедешь Вот еще сенатор Новосибирской области Надежда Болтенко Сенатор, с позволения сказать, то есть член Совета Федерации Политический пенсионер обычно живет на этой должности Надежда Болтенко предложила ввести административное уголовное наказание Вплоть до лишения свободы на срок до 3 лет Для родителей несовершеннолетних детей, не работающих без уважительных причин Поздравляю вас Это, наверное, тоже к этим новым технологиям относится Знают они, что творят и делают все это намеренно Минэкономразвитие составило целевой вариант макропрогноза до 2035 года По которому реальные доходы населения вернутся к уровню 2013 года Только в 2022 году При этом пенсии даже в 2035 году останутся ниже до кризисного уровня Ну не нужны, должны вымереть, просто должны вымереть пенсионеры Прогноз министерства предполагает экономический рост выше среднего и удачные реформы А их не будет Удачных не будет, это точно Главными источниками роста экономики должны стать повышение количества занятых Этого не будет Инвестиционная активность этого не будет И улучшение производительности труда этого не будет 100% Кроме того, пенсионный возраст повысит до 65 лет для мужчин И до 63 для женщин По плану доля пенсионеров сократится с 35% до 22% Но реальный рост пенсии будет почти незаметным Более того, до 2022 года В реальном выражении они будут только сокращаться Перспективы работающего населения якобы лучше К 2035 году зарплаты должны увеличиваться на 56% Ранее Центр стратегических разработок Кудрина Предоставил президенту экономическую программу развития России Сам Кудрин заявил, что при повышении пенсионного возраста Пенсии должны вырасти на 30% Ну а те, кто до пенсии не доживет Те обойдутся и без пенсии, и без зарплаты Ну зачем на кладбище зарплаты и пенсии? С экономим Россия опустилась на две строчки в рейтинге Самых конкурентоспособных экономик мира По версии швейцарской бизнес-школы IMD С 44 на 46 место Это самая низкая позиция РФИ с 2012 года Россию за год обогнали Индонезия и Казахстан Выше также находятся Саудовская Аравия и Кипр Россия – зона свободной охоты финансовых аферистов Федеральная резервная система США Обязвила Deutsche Bank выплатить 41 миллион Из-за того, что банк не принял достаточных мер Для предотвращения отмывания денег В январе 2017 года банк был оштрафован в США На 425 миллионов за схему зеркальных сделок С российскими акциями Российские акции, оказывается, превратились В инструмент финансовых махинаций В результате этих операций в 2011-2015 годах Из России были выведены около 10 миллиардов долларов Как отмечается в передаче Deutsche Welle Как заявил тогда Нью-Йоркский департамент По финансовым услугам В схему зеркальных сделок были вовлечены клиенты Покупавшие акции в России А также другие заинтересованные стороны Которые вскоре после этого продавали эти же бумаги Через лондонский филиал Deutsche Bank Часть операций проходила через офис в Нью-Йорке Ну, это же глобальная финансовая система И как Ельцин начал, а Путин завершил Растворение Российской Федерации И российских финансов в мировой финансовой системе И здесь они все равно остаются преступниками И все равно они занимаются воровством Deutsche Bank известная контора Которая в Российской Федерации свила гнездо И соучаствует в разного рода махинациях Deutsche Bank сократил чистый убыток в 2016 году До 1,4 миллиарда евро 6 миллиардов евро в предыдущий год Выручка уменьшилась на 10% До 30 миллиардов евро В конце прошлого года банк достиг соглашения Об урегулировании претензий регуляторов США и Великобритании В рамках которых он выплатит порядка 8 миллиардов долларов Deutsche Bank имеет почти 2660 филиалов Более чем в 70 странах Из которых около 1780 находятся в Германии Отмывают они деньги Отмывают деньги российских финансовых спекулянтов Финансовых воротил Вот в целом мы видим В целом мы видим, что государства как такового нет Права нет Куда ни сунешься, везде закон попирается Его публикуют Его ужесточают Легализуют ранее преступные криминальные практики Теперь это норма Теперь нам говорят, это правильно Мошенник что-то у вас украл Ничего, это в порядке вещей Громадная, например, несправедливость В том, что делает Росреестр И все, что связано с земельным правом Мошенники здесь просто царствуют и благоденствуют Мошенники маленькие, мошенники крупные Латифундисты или просто мелкие чепушилы Все сделано для того, чтобы обогащались негодяи Почему? Потому что власть негодяев Они для них социально близкие А русские для них, те, кто осознает себя русскими Осознает себя продолжателями дела своих предков Все это для нынешнего русофобского оккупационного режима Люди чужие Ну я и мы их должны ощущать как чужие Ну а чужие должны уйти Чужие здесь не ходят Чужим здесь не место Здесь должна быть установлена русская власть Как это делается, написано в многочисленных наших статьях, книгах, выступлениях Русское движение никогда не останавливалось Остановились только мозги обывателя, которые все время говорят Ну а что вы сделали-то? Или а что вы предлагаете позитивно? Вот вы все критикуете А что вы предлагаете? Да я уже сто раз говорил, что мы предлагаем Что другие предлагают Все постоянно предлагают И только обыватель очнулся и сказал А что-то вы все негатив Что-то вы все негатив несете Никакого позитива Мы даже не знаем, что вы хотите Ну не знаете, так узнайте Постарайтесь узнать Спросите, задайте вопрос Так умные, а не подлые и не глупые Займитесь сами поисками информации Все уже есть Все доступно Доступны и электронные версии книг И статьи И видеоролики Все это есть И идеологические И программные Все есть Брошюры есть Которые выпускаются непрерывно Ну просто они до вас не доходят В силу того, что Вам они не нужны Граждане обыватели Ну когда вы становитесь гражданами Вы настоящими гражданами Когда вы вспоминаете о том, что вы русский Вы начинаете искать Где же те зародыши будущего русского общества Где зародыши русского сопротивления Где русское движение Что там думают О чем там публикуют материалы Что там тревожит Если вас это интересует Вы присоединяетесь к этому движению И выясняете детали А не ходите с задранным носом И не говорите А мне ничего никто не рассказывает Мне никто не говорит о том, что они предлагают Я ничего не знаю, поэтому не доверяю Да мы вам тоже не доверяем Потому что вам ничего не интересно Вам не интересно продолжение России Вам не интересно спасение русского народа А вот тем, кому интересно Мы приглашаем в русское движение Создавайте свои русские организации Не нравятся документы других организаций Придумывайте свои Или приходите, вступайте в коалицию Совместно будем вырабатывать Какие-то документы По текущим событиям Совместно будем вырабатывать Какие-то идеологические материалы На основе уже имеющихся Разумеется Я-то считаю, что все уже написано, все идеологические документы есть, остается только интерпретация и приложение к нынешней ситуации, которая вполне очевидна и требует от нас гражданского мужества, гражданского сопротивления и в перспективе утверждения русского национального государства, русской национальной власти.